Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Знаете, даже странно, что я первый раз за всю историю канала делаю обзор именно на Smart TV. Конечно, я знаю, что это такое телевизор, которым можно управлять с помощью телефона, смотреть файлы, которые есть на телефоне, ваши видеозаписи с отпуска, детей, просто фильмы, которые вы скачали на телефон. Есть уже приложение YouTube и это фактически тот самый умный телевизор. Самое интересное, что вы сюда можете не подключать антенну совсем. Здесь, конечно же, есть и аналоговый, и цифровой тюнер, но вы можете их не использовать. Ему нужен только интернет, либо по Wi-Fi, либо с помощью кабеля. Я сам до этого такими умными телевизорами, смарт-телевизорами не пользовался. Я очень рад, что мне компания Kiwi предложила на тест вот такой телевизор и я, прямо если говоря простым языком, протащился. То есть, у меня до этого и был и есть телевизор обычный, жидкокристаллический, 39 дюймов. Просто телек, не умный. Просто антенну подключил и все. А здесь, конечно, конечно, все очень круто. Но давайте подробно я о нем расскажу, что нравится, что не нравится. Погнали. Приятного просмотра. Ну и по самому телевизору. Телевизор 43 дюйма, матрица от компании LG IPS. Телевизор, разумеется, 4К с поддержкой HDR. Время отклика матрицы 6 миллисекунд, что немного. Шлейфов не видно, если, например, смотрите футбольный матч или если приставку игровую, например, подключите. Не должно быть видно. Приставки у меня нет, но телевидение я потестировал, мультики, фильмы, все это посмотрел. Разрешение 38040 на 260 это хорошо. Формат 16 на 9, как видим. Сам телевизор. Как я уже и говорил, есть и аналоговый, и цифровой тюнер, разумеется. Телевизору жизненно необходим интернет. Это умный телевизор. И, конечно же, когда мы включаем, попадаем на главную страницу, мы сразу видим приложение YouTube, видим порты, входы. Вот они все перечислены, можно выбрать вручную. Разумеется, если вы просто подключите элементарно флешку с фильмами или с фотографиями, то телевизор ее увидит и определит. Приложение YouTube, браузер, Megago и разные видите. Вот они все. MX Player, мой любимчик. Те, кто меня смотрят, знают, что я использую его лет уже, наверное, лет 7. Он здесь есть. Вот он. Открываем, видим файловую систему. Здесь система Android, но вообще убрано практически все. Я вам покажу сейчас, что от Android здесь осталось. Это дети мультики. И, в общем-то, настройки. Настройки чуть позже покажу. Wi-Fi, видео и звук. Ну, опять же, понятно, это типа файлового менеджера. А, нет. Видео и звук. Здесь параметры изображения, звук при нажатии клавиш. Ну, пусть пока будет. Стереозвук. Конечно, стерео нужно. Здесь два динамика по 10 ватт. Давайте посмотрим про устройство. Версия прошивки у меня хорошая. Обновлять ничего не нужно было. Как телевизор я из коробки вытащил, так и осталось. Никаких глюков, проблем я не заметил. Память устроена 8 гигабайт. Доступно, как видим, 5. Что-то можно на телевизор записать. Ну и все. Вот название. 43. Вот оно. Три кота. Что это такое? А, это по YouTube мне рекомендации такие приходят. Android. Смотрим, что от Android осталось. От Android рожки и ножки. Ну, наверное, это хорошо, потому что процессор здесь всего двухъядерный и полтора гигабайта оперативной памяти. Вот это все, что есть от Android. Клавиатура, дата, время, язык, Bluetooth. Больше ничего. Если мы посмотрим об устройстве, то увидим. Название, модель. Версия Android еще в 61. Но это телек, мы не гонимся здесь за цифрами. Работает и ладно. YouTube запоминает ваши рекомендации. Разумеется, то, что вы посмотрели. Ну, понятно, что дети смотрят мультики. Мой сын много посмотрел уже мультиков. Дальше смотрим. Заходим в настройки. В настройке, конечно, есть основной из пульта. Пульт это вообще произведение искусства, на мой взгляд. Он, притом, знаете, единственное, что в нем не нравится, это не очень дорогой пластик. В руке его держать не очень приятно. Но это, наверное, единственный минус придирка. В остальном пульт именно нравится тем, что он настолько лаконичен и удобен. Никаких лишних дурацких кнопок, которыми лично я в телевизоре вообще не пользуюсь. Что касается общих настроек, то, пожалуйста, можно поставить обои, что тоже, опять же, неплохо. Вот они. И вот оно, андроидовское. Установка приложений из неизвестных источников. По умолчанию даже включена. То есть вы можете поставить какое-то приложение на телевизор, записав его на флешку. Либо скачать. Все логично и продумано. Скорость работы. Смотрите, показываю. Скорость работы телевизора мне действительно нравится. Все перелистывает быстро. Задержек нет. Открытие приложений нормальное. Ну и по настройкам. Когда мы что-то смотрим. Кстати, все настройки у меня почти по-заводскому. Как были установлены, я практически ничего не трогал. Поднял только контрастность и насыщенность. HDR низкий, например, как видим. Дальше входы. Таймер выключения. Режим изображения перечисляем, как я уже и говорил. И соотношение сторон. Авто можно поставить. Этого обычно будет достаточно. Но это все стандартные функции телевизора. Оптимизация. Вот это вот от андроида тоже здесь. Я ни разу не включал. Один раз, точнее, проверил. Не знаю, что он оптимизирует, но, наверное, хуже не будет. Самое интересное. Мы переходим к управлению телевизора со смартфона. Вот эта фишка, еще раз скажу, здесь совершенно не нужно ничего. Не нужно и к порту. То есть подключение происходит по Wi-Fi. Самая главная фишка, это, конечно, что можно управлять как мышкой на экране. Можно управлять с помощью виртуального джойстика на экране телефона. И, конечно, файловая система. Это то, что нужно. Можно посмотреть все видео и фото, которые есть на нашем телефоне. Ну, давайте вот тестовое видео 10 секунд с камеры. Это с моего телефона сейчас видео. Звук, разумеется, также есть. А, это я замедленное видео тестировал. Пожалуйста, это я сейчас со своего телефона показываю. Можно, как я и говорил, конечно же, посмотреть фильмы. То есть с нашего телефона транслируем. И очень важно, если мы запускаем какой-то фильм, чтобы экран не горел, конечно же, мы можем телефон наш выключить. Или вот, пожалуйста, я запускаю PUBG Mobile, то, что я записывал на своем телефоне для теста. А, единственное, что мне не понравилось, иногда идет подгрузка. Я не знаю, будет она сейчас или нет, видеопоток. Если мы запускаем видео, иногда где-то раз в минуту останавливается и что-то подгружает. Хотя сигнал связи хороший. Единственное, что мне не понравилось. А так, вот мы видим. И самое главное, телефон, экран я выключаю, телефон не горит, но трансляция идет, продолжается. Это важно. Не нужно постоянно телефон на зарядке держать, если вы будете использовать его в качестве видеоплеера. Очень круто. Что касается телевизионных функций, тут я тестировал в меньшей степени. Ребят, ну, все дело в том просто, что я не смотрю телевизор. Моей семье телевидение практически никто не смотрит. Но если вам важен телевизор, то, пожалуйста, есть картинка вполне сносная. Разумеется, есть телевидение тюнер и AV, и аналоговый, и цифровой, конечно же. Есть компонентный вход для подключения. Ну, конечно, в наше время цифры, конечно, HDMI и USB порты, их здесь по три штуки, они, как говорится, решают. Что еще по телевизору? Рассказал, наверное, все, что только возможно. Самое главное, вытаскиваете телевизор из коробки, прикручиваете ножки. Крепежа в комплекте нет, но это нормально, его, как я понимаю, никто не кладет. Если на стену будете вешать, то он стандартный, купите отдельно просто, и все. Прикручиваете ножки, ставите телевизор и наслаждаетесь картинкой. Единственное, я очень важно скажу, мне его не с чем сравнить. Это первый смарт-телевизор, который я вообще тестирую за всю историю канала. Единственное, имейте в виду, что, может быть, излишний мой восторг, а мне действительно телевизор очень понравился. И как таковых слабых мест я здесь не вижу. Только иногда подгружает видео, которое мы транслируем с телефона. То мне сравнить его просто не с чем, понимаете? То есть, если бы у меня был смарт-телевизор, и тогда я бы мог сказать что-то. А тут это просто первый в истории канала именно обзор умного телевизора, который мне очень сильно понравился. Я бы таким пользовался сам. С другой стороны, если я потестирую много, возможно, я бы сказал, ребят, здесь этого не хватает, этого или этого. Но так как сравнить мне не с чем, просто с обычным телевизором, то я и сказать не могу. Какие здесь минусы для меня? Ну, я уже все озвучил, пересказывать по второму разу не буду. Очень все понравилось. Прям вот, прям вообще хорошо. Реально хорошо. Самое главное, телевизор мне действительно очень сильно понравился. Как таковых слабых мест я здесь не нашел. Телевизор у меня уже две недели. Дети уже полностью на него пересели, смотрят мультики. Да и я пару фильмов посмотрел. Пару фильмов прямо с телефона. Единственное, еще раз повторю, что мне не понравилось, это иногда идет подгрузка. Но с флешки, конечно, такого нет. Либо если вы смотрите YouTube, либо, может быть, использовать, будете магазин, здесь они есть. Я очень рад, что этот телевизор мне прислали на тест. Мне действительно было очень интересно потестировать мощное современное устройство. И при том, денег за него просят не очень много. Ну, я оставлю ссылку, разумеется, на магазин этого производителя. Посмотрите. На мой взгляд, очень все достойно. Если будут еще предложения по телевизорам, будут мне писать, я думаю, буду брать, буду тестировать. Потому что мне это самому интересно. Умный телевизор рулит. На этом у меня все. Если нравится то, что я делал, ставьте лайк. Если не нравится, ставьте дизлайк. В любом случае, лайк, конечно, лучше. Подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Пока.